Вообще это мудро, когда пастыра не дают благословения на такие отношения, когда парень только-только вышел из рип-центра. Потому что рип-центр это время запретов, время рамок, ограничений, время ответственности. А когда человек выходит в социум и начинает просто работать, жить, но при этом оставаясь христианином, оставаясь в новых ценностях, в новом облике, так скажем, то здесь, конечно же, человек сдает экзамены. И там бывают взлеты и падения, и разочарования, и всякое бывает. Это путь, это абсолютно нормально. Я считаю, что наоборот, в этом есть огромный плюс, что вы по разным городам на сегодняшний день, если между вами реально Бог, любовь, то полгода они пролетят незаметно, но зато человек встанет на свои ноги, человек укрепится. Потому что я видела семейные отношения, когда парень только-только вышел из рип-центра, еще за себя не умеет взять ответственности, а уже с девчонкой дружит. И парень должен уже из-за нее брать ответственности. Потом они быстренько поженились, и быстренько у них ребенок родился, еще третий человек, за которого надо брать ответственность. И все, и парень не вывозит, и он опять наркоман, где-то там глушит в наркотиках свою безответственность, свою никчемность. И все. И вот она такая несчастная мамаша у разбитого корыта. А где же Бог? Почему Бог меня так благословил таким мужем? Да Бог-то благословил вас, просто мне в свое время не надо ничего делать. И полгода это не срок вообще, тем более в разных городах. Служите Богу, любите Его. Время пролетит махом, если это оно, оно не умрет, оно будет жить и набирать обороты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин